Едкий дым и запах ацетона. И это не в химической лаборатории. Таким воздух в своих квартирах ощущают жители домов микрорайона «Гусарская баллада». По словам местной жительницы Марии Евграфовой, насладиться ароматом летней ночи после дождя не особенно получается, ведь именно в ночное время неприятный запах усиливается. Спастись от него невозможно. Это вот помните лет 2010 года, когда была жуткая жара и горели торфяники? Спастись нельзя было, пока они не перестанут гореть. Вот здесь то же самое. Они делают какой-то выброс ночью резко. И пока он не выветрится естественным путем, ничего сделать нельзя. Откуда дует ветер с непонятными примесями этот вопрос? Инициативная группа жителей задает уже не в первый раз. Практически в шаговой доступности от жилого фонда находится предприятие «Дорхан». Именно оно одним из первых попало под подозрение граждан. Беспокойство местных жителей по поводу среды проживания рядом с производственным предприятием абсолютно логично, понятно, естественно. Мы всегда открыты к диалогу и с местными жителями, к демонстрации нашего оборудования производства и готовы к сотрудничеству с целью того, чтобы исключить какой-то дискомфорт для проживания местных жителей вблизи производственной зоны. На данный момент завод по производству модульных, воротных и дверных систем прошел проверку Министерства экологии и Роспотребнадзора. Согласно документам, отклонений выявлено не было. И санитарно-защитная зона у предприятия есть в пределах площадки с учетом жилого комплекса. Но смог в гусарке не пропадает. Наша задача здесь выявить источник загрязнения, навести экологический порядок, так скажем, и, соответственно, заботиться о нашем будущем поколении, здоровье людей, не допускать этого впредь. Теперь у жителей появилась возможность убедиться лично, как устроено производство и как работают системы очистки. Инициативную группу пустят на производство. Это стало возможно после встречи с жителями ЖК и руководством предприятия. Также на территории ЖК и завода будет курсировать мобильная независимая лаборатория для измерения загрязненности воздуха. И это только начало работы по выявлению нарушителей. Дорожная карта по решению этой проблемы в округе уже составлена.